Валера из Кива пишет, «Творец для многих выглядит жестоким. Неужели не было другого пути, чем путь страдания? Ведь все люди на земле страдают, но они не виноваты. А сознание этого – еще одно страдание». Вечный вопрос, на самом деле. Ничего нам не поможет, Валера. Вы можете обвинять Творца в чем угодно. Это ваше дело. У него нет другого выхода. Если вы будете измерять его действия, изучать его действия, начиная с первого, из мира бесконечности и до нашего мира, то вы обнаружите, что Высший Свет, абсолютная отдача, абсолютная любовь, абсолютное чувство вне себя, ничего относительно себя не существует в нем, пожелал создать творение для того, чтобы его насладить, наполнить абсолютным, вечным и совершенным. И вот исходя из себя, что он вечный и совершенный, дать такое же наслаждение вечное и совершенное творению, он не мог создать иначе, и это мы изучаем, в пяти ступенях прямого света, потом в распространении цим-цум, массах, распространении прямого света далее. Он не мог. Дело в том, что это не желание или прихоть творца, это просто одна сила положительная, абсолютно положительная, вечная, которая желает породить состояние, равное себе. Творец желает породить равное себе творение. И получается, что творение должно пройти через вот такие метаморфозы. Обязано пройти. И только тогда, после этого оно возвращается обратно и становится уже равным творцу, запасаясь по дороге всеми отрицательными противоположными свойствами. Но не должны мы эти все свойства пережить отрицательные в той же мере, как потом мы станем положительными, равными творцу. Нет. Только на уровне нашего мира. А нельзя было создать просто какие-то душевные переживания, страдания? Тут такие извращения вокруг нас. Я извиняюсь, Михаил. Мы имеем здесь дело с чистой физикой. Существует свойство отдачи, эманация, положительная сила, которая желает создать подобную себе, еще одну. Еще одну такую же создать нельзя. Она будет той же одной. Можно создать только двойную, которая внутри будет противоположной, а снаружи подобной. Вот это и делается в творении. И больше ничего. И творение достигает абсолютного подобия творцу. Но оно должно пройти состояние сверху вниз, развитие отрицательное, и затем снизу вверх, развитие положительное. То есть я остаюсь получающим. Да. Для этого вам надо, наверное, прочесть предисловие книги Зор. Там это Барис Улам описывает. Предисловие книги Зор. Ну, кстати, можно вашу вторую книжку почитать. Это моя вторая книга, да? «Система духовных миров». «Система духовных миров». Там это тоже есть. То есть кабалист полностью оправдывает все, что с ним происходит и со всем миром. Никаких у него не возникает. У него возникает постоянно сомнений и претензий, но все равно он пытается их оправдать. В этом и заключается наше продвижение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова